Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет с вами необычная рыбалка. Мы едем открывать сезон ловли белого хищника на малых реках. У меня пока нет никакой информации по водоему, собственно, который мы сегодня с вами отправляемся. Что там с водой? Прозрачность, уровень, то есть полная неизвестность. Но я думаю, тем самым интереснее будет сегодняшняя рыбалка. В любом случае, как бы ни сложился сегодняшний день, мы его проведем не зря, мы его проведем с пользой. А если нам повезет, то мы даже что-то поймаем. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Я уверен, что будет очень интересно. И все-таки, все-таки, что-то мне подсказывает, что мы сегодня увидим рыбу. А вот какая она будет, маленькая или большая, здесь уже пока неизвестность. Ну что, друзья, первый заброс. Такое волнительное чувство. Видно, что вода мутновата и слегка поднята. Но раз уж мы приехали, определенно нужно пробовать. Вот я сейчас увидел выход. Это как раз вот именно за моим воблером. Так что рыба стоит, и она как-то уже себя проявила. И это несмотря на то, что вода мутная. Вот, есть, есть, подсел. А нет, это что-то маленькое. Нет, это что-то очень маленькое. Ну, друзья, смотрите, это либо подуст, ну, скорее всего, наверное, он. Но он атаковал нашу приманку. Иди, друг. Есть, есть, есть. Вот эта рыба. Вот, вот. Вот это уже он, друзья. Вы посмотрите, что делает. Осторожненько. Мне очень не хочется идти вниз по течению. Потому что там стоит рыба, в любом случае, которая не напугана. Поэтому будем не спеша выкачивать этого парня. Ну, покажись, кто-то. Я почему-то думаю, что это жерех. Потому что очень была резкая такая поклевка. Ну, да, 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 да. Это жерешок, это жерешок. Хоть вода мутновата, но я все равно его вижу. Он поднимается наверх. Да, да. Ну, иди сюда, парень. Дружок, мы же тебя отпустим. Давай, выходи, выходи. Ой, небольшой такой где-то. Может, чуть за килограммчик. Иди сюда. Иди сюда, красавец. Ну, да. За килограммчик, я думаю, даже где-то около полутора. Посмотрите. И это, друзья, первая наша с вами настоящая рыба. Супер. Посмотрите, приманочка. Ладно, сейчас мы будем отпускать. Ну, что, другом, спасибо тебе. Ну, что, другом, спасибо тебе. Ну, что, другом, спасибо тебе. Есть. Ух, сошел. Это уже трава. Так, давайте поменяем приманку. Поставим немножко пообъемнее. Если сейчас мы ловили на Ревушин 53-й, то сейчас поставлю 63-й. И, если что, другом. Давайте еще несколько забросов и немножко постараемся сместиться. Вот он, вот эта поклевка была, четкая поклевка. Вы посмотрите, что он там делает. Ух ты! Друзья, ну там рыба очень крутая. Скорее всего, наверное, придется за ней бежать, если... Аааа, ты куда? Он просто встал в струю и все, и стоит. Ну, давай, 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 уходи, уходи оттуда. Нет, он просто стоит. Он просто стоит. Ну, здесь уже, знаете, как похоже на перетягивание каната кто кого. Ну а что, ну мне в любом случае, наверное, придется бежать. Да. Потому что он стоит в струе и все, я его сдвинуть даже не могу. Вон он, вон он, вон он, он как лосось себя ведет. На свечке выходит, он издевается просто надо мной. Ну все, друзья, я побежал. Ладно, я пошел. Погнали, 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 погнали. Вот тут у нас уже попроще. Нет, если куда-то пошел. А там я смотрю, дальше какое-то сужение реки идет. Вот туда бы его очень не хотелось пускать, но побежали. Быстро работаем катушкой на опережение. Бегом, бегом. Ох, он промахнулся и хвостом долбанул. Ой, посмотрите. А я думал, там рыба действительно очень классная, но поклевка была. Такая звонкая, четкая. Но, к сожалению, всего лишь вот так. Промахнулись. Ладно. Давай, дружбан. Иди. Ну, туда. Дон там. Дон там. Давай. 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 Заставил нас все-таки пробежаться. С чего очень не хотелось. Ну да ладно. Ладно, будем возвращаться на исходную. Мда. Обидно, что так получилось. Такой курьезный момент. Но все равно. Я думаю, рыбу стоит засчитать в актив. Поклевка была. Друзья, к сожалению, рыба промахнулась и подбагрилась хвостом, что, собственно, не свойственно хищнику. Но, в любом случае, поклевка была, а уж засчитывать ее в актив нам, я не знаю, напишите, кстати, в комментариях, если поклевка была и рыба клюнула хвостом, мы ее засчитываем или нет. Друзья, ну вот мы с вами сместились буквально метров на пять вниз по течению. Я думаю, для такой компактной небольшой речки это нормальная дистанция. Попробуем, что сейчас здесь. Если поклевки все-таки продолжатся и будут они близ берега, то, скорее всего, я вернусь на первоначальное место и буду метать вдаль нашей приманки. Погнали! Вот я не очень далеко сейчас забросил. Ну, сейчас была какая-то атака. Или опять это был какой-то подуст. Ну, вот на паузах происходят удары. Нельзя сказать такие, что назвать, что они очень сильные, мощные. Рыба как будто вот бодает. Сейчас попробуем еще раз. Вот, есть! Ух ты, вот это лосось! Он даже выпрыгнул! Я думаю, камера это видела. Я сейчас немножко ускорил темп проводки. И вот такой был агрессивный твичинг. И рыба тут же на это повелась. И вы посмотрите теперь, что он делает. Он в струю пошел. Он пошел в струю, а я пошел за ним. Вон он, где я его вижу. Далеко, далеко. Ну, ничего, у нас уже опыт пробежек есть по пересеченной местности. Давай-давай-давай-давай-давай. Мы идем за тобой. Здесь уже немножко потише течение. Такая обраточка. Скорее, ямка. И вот нам удалось его в эту ямку завести, припарковать. И теперь надо взять. Там мусор здесь. Давай-давай-давай. Давай. Да что это такое хоть? Опять за хвост. Ребята, вы что, сговорились там, что ли? других мисс нету чтобы атаковать реманку там рот например зачем хвостом это тоже 2 хороших такой отличная рыбка которая опять же заставила нас приближаться ну и опять же ты ничего ты друг то хоть 4 том-то ничего не ешь вам будем опускать уж ты красивый давай идешь где понравилось ребят какой-то неоднозначно у нас с вами открытие получается сезон первая рыба клюкнул классно все с хорошей поклевкой приманка во рту две другие вы сами все видели казалось бы есть поклевка но рыба такую приманку хвостом то есть 2 рыбу на счет было поймана за хвост с чем это связано сложно сказать ну я все-таки склоняюсь к тому что вода мутная и рыба просто мажет возможно я ошибаюсь но пока я склонен верить именно этому а это рыба без поклевки просто остановил приманку и 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 Друзья, уже долгое время у нас с вами не было поклевок Все эти рыбы, которые мы поймали, это скорее всего был утренний выход Я сейчас, наверное, перееду на другой участок Посмотрю, что там Если и там тихо, то, наверное, буду ждать вечернего выхода Хотя погода начинает портиться и начал накрапывать уже такой легкий дождик Возможно, и из-за этого клёв у нас затих Но в любом случае будем пробовать, будем упираться до последнего Есть! 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 Буквально с первого заброса Я вернулся на участок, с которого начинал И с первого заброса рыба атаковала Вот видно, она там по реке даже прыгает Чтобы он быстро сдается Вот там трава В траву завел Ну, какой отличный жерешок Иди сюда, друг Иди сюда Опа Да, мы тебя почистим Аккуратненько Стой, 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 стой Все, друг Давай Ну что, друзья Я могу с уверенностью сказать Что открытие у нас состоялось И это несмотря на то, что Вода в реке очень грязная Но рыба все равно была Довольно-таки активна Особенно в утренние часы Весь жерех стоял на мелководных участках Там глубина редко превышала полметра Что интересно, я его там абсолютно не ожидал увидеть Я больше надеялся на какие-то ямы, канавы Но все равно Определенно Все получилось Рыбалка очень классная Поймали несколько зачетных рыб Сейчас мне предстоит Долгая дорога К машине И двигаюсь в сторону дома Сложно сказать Приеду я сюда снова или нет Ну Очень хочется попасть на этот участок Когда вода будет светлая Тогда, мне кажется Будет просто нереально круто Ну ладно Пошел я